На год вести мораторий на утиль сбор просят казахстанские аграрии. По их мнению, это позволит временно остановить рост цен на сельхозтехнику, а значит и отразиться на стоимости продуктов питания. Планируют ли в профильном ведомстве полностью отказаться от утиль сбора и когда будут известны новые ставки, Анель Едельхоза расскажет. Ставка утиль сбора на легковые автомобили сегодня варьируется от 400 тысяч до 3,5 миллионов тенге. На грузовой транспорт и сельхозтехнику в разы больше, почти 14 миллионов. Все это в конечном итоге влияет и на стоимость продуктов в магазинах. Иначе никак, говорят фермеры, так они пытаются компенсировать расходы на утиль сбор, который по сути не влияет на развитие отечественного автопрома. Эти заводы по факту сейчас не производят какой-то конкретной продукции, готовые изделия привозят и затем с какой-то низкой долей локализации, которая в принципе даже не достойна внимания, получается выдается из-за казахстанская. И в отчетах всех идет, что рост машиностроения и так далее. На самом деле фактическая доля локализации по нашим данным не превышает 5%. Поэтому мы просим расставить приоритеты, в первую очередь помогать Министерству промышленности тем, кто действительно это достоин. Это в первую очередь производство запасных частей, расходных материалов, навесных, прицепных орудий, там, где можно достичь локализации до 90%. Из-за утиль сбора выросли цены не только на продукты питания, но и на сельхозтехнику. По оценкам экспертов, за прошлый год она подорожала почти на 20%. Это трактор белорусского производства. Шесть лет назад приобрести такой, говорят фермеры, можно было за 3 миллиона тенге. Но утиль сбора изменил цены в корне. Стоимость сельхозтехники после его введения растет ежегодно. Последняя цена – 9 миллионов. Отказаться полностью от утилизационного сбора нельзя, говорят отечественные производители сельхозтехники. Это общемировая практика. Другой вопрос – его размер. Не только наша страна применяет утилизационный сбор. И, в общем-то, как показала практика, это достаточно действенный инструмент защиты своего рынка и стимулирования действующего производства. Поэтому, как таковой, мне кажется, спор надо в другую плоскость перевести. Большая часть спора идет, собственно, о величине самого тарифа. Но спешить в этом вопросе не стоит. Поэтому общественники предлагают ввести мораторий на утиль сбор сроком до одного года. Сельхозтехника дорожает, становится недоступной для фермеров. Мы вынуждены пользоваться старыми тракторами и комбайнами. На новую технику, естественно, средств нет. Предлагаем ввести мораторий, чтобы хоть временно остановить рост цен. Также за это время можно сделать точные расчеты тарифов и узнать сумму, которая требуется на утилизацию авто в Казахстане. А между тем, в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития не видят прямой связи между ставкой утиль сбора и стоимостью продуктов. Это точно не утиль сбора. Потому что утилизационный сбор, мы как говорим, то, что оно не входит в стоимость производителей, может влиять как девальвация, может влиять то, что завод и изготовитель машкомплектов в связи с ноу-хау, модернизацией своего завода, инвестиционные свои потери, которые вкладывают в машкомплекты. Это может быть ковид. Отмена утилизационного сбора или пересмотр в ставках. Это в первую очередь должна быть консолидированная позиция и рассмотрена с разных сторон. В первую очередь, с экономической, с Министерством экологии, Министерством индустрии, производителей, АПК. Нужно посчитать экономический эффект и сделать свои выводы. Представители Министерства сельского хозяйства на встречу не пришли, поэтому узнать их позицию не удалось. Что касается новых ставок, то ожидается, что они будут утверждены до конца февраля. От решения рабочей группы зависит, как одна из ключевых отраслей страны будет развиваться в ближайшие годы.